Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля, и мы продолжаем говорить о моральном авторитете и вторичном призвании. Мы говорили о том, что вторичное призвание определяется Богом, то есть цель нашей жизни, она определяется Богом. Сегодня я хотел бы поговорить о том, что цель нашей жизни также определяется контекстом, то есть тем окружением, тем бэкграундом, тем фоном, который нас окружает. Это культурные особенности, это политические особенности, это социальные особенности, это религиозная среда, в которой мы живем. Знаете, очень многие верующие на сегодняшний день, ну как, собственно, наверное, любой человек мыслит примерно так. Я сегодня не могу во всей полноте реализовать свой потенциал, свое призвание, потому что политическая ситуация не очень хорошая, экономическая ситуация у меня в семье не очень хорошая, какие-то у нас проблемы в социальных взаимоотношениях, знаете, меня там не особо, у меня большой или высокий авторитет и так далее. И знаете, враги наши, они очень часто этим пользуются. Они говорят, создадим-ка мы ему социальные проблемы, то есть мы его просто выпихнем, отвергнем и мы не дадим ему, вот знаете, такого влияния, чтобы он мог взаимодействовать с большим числом людей. И такие люди тухнут. Политическая ситуация, она тоже может быть вот создана искусственно для того, чтобы заткнуть рот, остановить нас в исполнении пути. Но знаете, что я заметил? Успешными людьми являются те люди, которые делают свое дело в тех условиях, в которых они находятся. Они пытаются сначала создать некие благоприятные условия, а потом начать двигаться в том, что есть в его сердце. Поэтому, когда я говорю о том, что контекст определяет наше призвание, вторичное призвание, я имею в виду, что наша тактическая, методическая база, то есть что и как мы делаем, она не должна определяться из идеальных условий. То есть создайте мне хорошие условия, и тогда я возьмусь и все сделаю.